Манит ГВ представляет Привет! Мы снова пропали на какое-то время, это связано с тем, что мы были в отпуске и сейчас постепенно из него походит На! О! Ох! Ой! Оп! И это еще не все! Генеральный директор у ютуба есть, прикольно О, как же! Поздравляем с новым достижением! Мы рады вручиться награду в знак признания ваших успехов Хотим, чтобы этот момент стал для вас особенным Тогда надо было присылать шампански Вашу награду проверил и со всей осторожностью упаковал Рик, прелесть какая Если награда была повреждена при перевозке или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами Ютуб Криэйтор, прикольно Это, знаешь, это вместо, как раньше клали, упаковщица номер 5 А здесь Рик Рик Поздравляем, вы набрали 100 тысяч Это серьезный результат И чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и стердно работать Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок Серебряную награду Это тоже надо в рамку будет поставить Да? Ух ты! Прикольно Я себе как-то по-другому совсем это представляла А-а-а, ты же не видишь? Нет Класс, да? Вообще Будешь снимать дальше? О, она зеркальная даже Будешь снимать дальше? Ну, конечно Ну, только я снимаю, что надо миллион дополнительно Ну, смотри, как снимать будем Прикольно А в чем думал, знаешь, черная рамочка, а внутри просто объемная кнопка А это новая, раньше другие чуть-чуть были А-а-а Манив ТВ Прикольно прям Стильно Прям в нашем интерьере будет хорошо смотреться Вообще Класс Спасибо, ребята Без... Вот, собственно, вот Здесь написано, что это благодаря вам Именно вас 100 тысяч И именно поэтому мы получили Такую ценную вещь Правда, очень приятно, что столько человек нас смотрит Столько человек подписалось Значит, хоть что-то не зря Сегодня готовим то, о чем меня очень давно просили Детские котлетки Сегодня покажу один из вариантов таких котлет И для этого мне понадобится Полкило куриного филе или филе индейки Один кабачок или цукини Луковица Одно яйцо Немного свежей петрушки Молоко или сливки Овсянка и соль В данном случае я использую овсянку вместо хлеба На мой взгляд, так получается чуть более полезно И ребенок получает больше полезных углеводов Чем, например, если замочить какую-нибудь обычную булку белую Раньше в котлеты я добавляла замоченный белый хлеб Причем старалась выбирать такой, который изначально хороший по составу Без каких-то лишних ингредиентов Но потом попробовала замочить овсянку Просто потому что хлеба не было Получилось тоже очень вкусно И мне кажется, чуть-чуть полезнее Можно, конечно, использовать готовый фарш Но я предпочитаю делать фарш самостоятельно Тем более, что у меня есть отличная мясорубка Так как это детские котлеты Можно смешивать разные виды одного и того же мяса Например, взять филе индейки, бедро индейки, голень Или разные части курицы Тогда котлетки получатся более жирные и насыщенные по вкусу Но я люблю более диетический вариант Мне кажется, он получается более нежным Чем хороши котлеты? Нужно просто все перемолоть и все смешать Но начну я не с этого Начну я с того, что замочу овсянку теплым молоком Никита, будьте любезны, нагрейте молоко На кроваводке? Да Молоко согрелось, даже слегка перегрелось Пришлось разбавлять его холодным Я держу с полотенцем просто потому, что сам молочник очень горячий Прости Заливаю овсянку Я это делаю на глаз Кто-то добавляет в котлеты больше хлеба Кто-то меньше Пока так Если что, всегда можно долить молока Я, кстати, люблю использовать еще сливки С ними получается чуть-чуть другой вкус В общем-то, заливать можно чем угодно Можно даже добавить сметану или йогурт Теперь, так как я готовлю котлеты с кабачком Его нужно натереть отдельно Чтобы пока я делаю фарш Он успел дать сок И мы могли его убрать Можно вместо кабачка добавить морковь Или любую капусту цветную Белкочанную, брокколи Вкус, естественно, будет от этого другой Но это очень хороший способ Добавить в рацион ребенка побольше овощей Так А ты вчера с цветной капустой делала? Я вчера делала с брокколи И, если честно, мне не очень понравилось Просто потому, что вкус получается нетрадиционно котлетный Скорее, это такие оладушки из курицы были Но Эмке очень понравилось Она съела с удовольствием И я И ты Так А бабуля отказалась Бабуля, они голодные Просто Страннили Твой стрепня Молчу Причем меня больше сейчас покоробило не любит, а слово стрепня А знаешь, как моя бабушка говорила? Она, причем готовить совершенно не умела Мама говорит, готовила отвратительно И называла это стрепенька Но так как она называла это стрепенька Все с удовольствием ели Так Боялись Нет, ну так мило Кабачки надо посолить Чтобы они отдали больше сока Можно, конечно, сразу было перемолоть этот кабачок в фарш Просто тогда фарш получится гораздо более жидким И действительно опять получатся оладушки Я все-таки хочу попробовать делать котлетки Такие, чтобы их можно было положить в пароварку Еще раз Да ладно Да ладно Можно добавить чесночок Тоже добавить немного пикантности Я вообще стараюсь готовить для ребенка со специями Потому что А специи скажу попозже Так Овсянка замочена Кабачок натерт Приступаю к фаршу Тыдыщ Для фарша у меня есть Мясо Рубка Курица Ее нужно нарезать на кусочки поменьше Чтобы они легко поместились в мясорубку Здесь два кусочка филе Это примерно полкило курицы Вот жилку эту лучше сразу убрать Она в любом случае не перекрутится нормально Попадется и будет не очень приятно Из индейки котлеты получаются немного посуше И сам по себе фарш плотнее Но тоже очень вкусный Так, курицу порезала Сразу за курицей Режу лук Чтобы можно было пропускать Попеременно курицу И лук через мясорубку На полкило курицы Одна вот такая Среднего размера луковица Можно использовать лук-шалот Тогда их лучше положить два Но репчатый, мне кажется, в котлетах более уместный Потому что у него вкус и аромат сильнее И хоп Сюда же высыпаю овсянку Чтобы она тоже перемололась Прямо с молоком Как делаешь? Ну, чтобы вся овсянка прошла в итоге Я повтором закладываю часть фарша Добавлю в фарш немного свежей петрушки Это сделает котлетки более ароматными и немного нарядными За счет пятнышек зелененьких Добавляю в фарш одно яйцо И кабачки Точнее, кабачок Отжимаю прям так руками А через мадлю некоторые делают? Да, это просто будет более эффективно, конечно Мне сейчас нет задачи прям отжать абсолютно весь сок Я обычно отжимаю вот так А потом еще отжимаю бумажно-полотенцем Но это когда я готовлю кабачковые оладушки Потому что там лишняя вода, конечно, сильно мешает Несмотря на то, что я называю эти котлетки детскими Я все равно готовлю их со специями Я считаю, что приучение ребенку к разным интересным вкусам с детства Тоже очень многое дает для общего развития Поэтому сюда я добавлю кориандр, тмин и кумин Можно, конечно, пользоваться уже перемотными специями Но тогда они будут менее ароматные Так, чуть-чуть кумина Вот так Отлично Осталось котлетки посолить Этот же фарш можно легко приготовить в блендере По сути, вот к этой основе мясо, яйцо и овсянка с молоком Можно добавлять все, что угодно Любые специи, любые овощи И экспериментировать И каждый раз придавать котлеткам или тефтелям Из этого тоже можно сварить маленькие тефтельки для супа Какой-то новый вкус Можно этот фарш использовать как начинку для пельмешек, например, или равиоли Причем его можно сразу приготовить много И раскрою небольшую хитрость, как я замораживаю любой фарш Я кладу его в пакетики и замораживаю в плоском виде, такими брикетиками Тогда его очень быстро можно разморозить и приготовить порцию котлет или тефтелей Итак, фарш готов Убираю все лишнее и жарю котлеты Плита у меня индукционная, поэтому сковорода уже нагрелась, причем достаточно сильно Сразу убавлю до средней температуры, на семерочку И котлеты, пожалуй, буду выкладывать ложкой, потому что фарш все-таки не настолько плотный, чтобы их лепить Так, аккуратно делаю такие оладушки Вкуснятина такая Да, лучше, чтобы они были не слишком толстые, тогда они быстрее и проще прожариться И не надо будет их накрывать крышкой Чуть-чуть упала Прелесть, сейчас была бы обычная плита, уже бы это все пригорело Вот это? Угу Я сразу убавлю прям на самый средний огонь, на пятерочку Потому что это детские котлеты, я не хочу, чтобы они подгорели Пусть лучше медленно прожариваются Так, а остальной фарш я вот думаю, попробую все-таки приготовить в пароварке Как ты считаешь? Давай Давай, чтобы разные были Ну, кое-кто пользовался и не протирал Не я Да-да Да я помыла Я уже помыла Уже все Уже помощь ваша не нужна Мужчине Что ты делаешь? Шушуть, мажу оливковым маслом Просто чуть-чуть меньше будут прилипать Чем мне нравится готовить в пароварке, что не надо за этим следить Ты понимаешь, я здесь жарю только четыре То есть мне пришлось бы сейчас, я как делаю Я жарю вот эту порцию, эти котлеты снимаю, мою сковородку Потому что вот эти все пригоревшие штуки, они портят и вид, и вкус И добавляют канцерогенов в котлеты Мою сковородку, кладу следующую порцию В итоге я тут стою у плиты полчаса А тут я включила и ушла себе заниматься дальше, чем мне надо И хоп Я переворачиваю в тот момент, когда здесь уже больше середины побелело Говорит о том, что они с одной стороны полностью приготовились Все, теперь они точно так же медленно дойдут Ждем, а пока ждем, я приготовлю салат Можно еще, кстати, за это время успеть приготовить макароны, которые ты не купил Еще здесь тянут, пока паровые котлеты готовятся Так что я успею дорезать салат Это мой любимый салат на самом деле Здесь руккола, шпинат, микрозелень По-моему, здесь брокколи и горошек из микрозелени Помидоры, огурец и авокадо Все это заправлю ароматным оливковым маслом Передела Донь там тебе писали Ну я уже это... Рух набила Да Мне кажется, это самый удобный способ добавлять авокадо в салат Ну, конечно, при условии, что авокадо спелый Тогда вот так можно его вытащить легко Котлетам осталось париться 5 минут Те, которые жареные, уже готовы Все-таки вот этот вариант, это мои самые любимые котлеты Они получились, ну, очень нежные Прям невозможно удержаться и не попробовать еще За счет кабачка Они получились немножко сладковатые Так как это куриное филе, они нежные Ничто не прибывает в вкус, никакой хлеб И вот специи тоже очень уместные Прям очень здорово И салат Если есть, такой салат очень здорово Давай из кедровой орешки Получается очень богатый, очень интересный вкус В сочетании с котлетками получается легко Сытно и даже полезно Эти котлетки получились по-настоящему детскими Потому что они не жареные Абсолютно безвредные для детского желудка И легко усваиваются Слушай, они даже вкуснее Да ладно, не может Они нежнее Попробуй Они прям такие легкие-легкие Другие кому-то, кстати Прям другие котлетки, да Прям очень вкусно С макарошками, рисиком, пюре В общем, с чем угодно Друзья, детская еда тоже должна быть разнообразной Вкусной и интересной Готовьте для себя, готовьте для детей Готовьте с удовольствием Увидимся очень скоро Пока Субтитры сделал DimaTorzok